Как я соскучился за вами! Мне так вас не хватало все это время. Я просто люблю, когда мы встречаемся с вами. Вы такие гарные. Можете сесть, а можете стоять. Да. Молодцы, здорово. Скажите, вот на кого я сегодня похож, хоть примерно? На какого человека? На туриста рыбака. А почему я на рыбака похож? Вы знаете, у нас есть в Верпине группа Рибыце. И вот там бы засмеяли бы меня за такой подсак. Это сачок для больших бабочек. Грамм по 500. Тоже есть. А что этим сачком ловят? Бабочек. А еще почему я похож на туриста? Или путешественника? Кастрюля. Ее надо на голову одевать? Нет. Да, на голову. Маленьких непослушных детей. Ну нет. Нет. Только послушных. По чуть-чуть. Маленькими частями. Вы знаете, мои хорошие? Что вы мне скажете, если вдруг вы увидите туриста, который собрался в поход на один день и берет с собой большой деревянный тяжелый диван. Он ему нужен в походе? Да. А если вот какой-то турист тоже идет на один день в поход и вдруг берет вот фортепиано? Как вы думаете, нормально это? Нет. Да, это только специальные туристы могут взять фортепиано. Накаченные, да? Да. Супер. А что вообще в поход берут? Рюкзак. Рюкзак. Не знаю. А какую еду берут? Жаренок непослушных. Ну это уже было. Мы не повторяемся. Сосиски. Мясо. Побольше мяса. Вот. Сегодня, если мы будем слушать внимательно проповедь, там будет об этом. Палатку берем. Супер, да. Какую-то еду, да? Все, что нужно для похода. А вот у меня в походе еще есть Библия. В сардельке? Ну молодец. Вообще в поход без еды просто не поход. Да, Библию надо взять с собой. Сардельки, да. На палочку так и в костер. Вау, вообще супер. Ну так, а что вы мне скажете вот про тех туристов, которые вот захотели в поход взять с собой диван? Может быть шкаф, где висят платья или брюки, костюмы? Ну это неправильно, он там не нужен. А представьте себе, вы видите человека, который собрался в поход и пытается взять с собой белую, большую, чугунную ванну. Вау. Вау. Ну, вообще-то мне жалко этих туристов. Жалко этих людей, которые собрались в поход с не той экипировкой. Потому что они никуда не выйдут дальше своей двери. Это тяжелое, это не нужно в поход. Мы в поход берем все, что нужное, да? И только нужное. А вы знаете? А? И все, что не тяжелое, да? Ну да. Наверное, все, что не тяжелое и нужное. Здорово. А вы знаете, что есть поход специальный? Этот поход называется поход с Иисусом. Он называется наша жизнь. В поход с Иисусом. Вы когда-нибудь ходили в такие походы? Классно. Было весело и здорово. Да? И вот есть такие вещи, которые в поход с Иисусом брать не надо. Точно так же, как не надо брать в ванну, в лес. Не надо брать фортепиано. Не надо брать большущий телевизор. 60 дюймов диагональ. Диван тем более. Не надо. А вот давайте мы сейчас послушаем. Мы сейчас послушаем, что надо брать в поход с Иисусом. Поход этот называется жизнь. Наши друзья из театральной студии, они приготовили для нас сценку. Давайте мы сядем поудобней и будем смотреть, что сейчас будет здесь происходить. Пожалуйста. Тишина. Тишина. Ну, что это за штука такая? Ну, прилипкая. Ну, погралась один раз. Не все. Что мне делать? Он мне очень сильно уважает. Может, я попробую его сховать? Ну, правда, его не видно. Ну, а так? Ну, что же это таки? Как мне от него избежать? А вот мой грех невеликий и неважкий. И совсем мне не уважает. Даже могу вам больше сказать. Он меня делает особенным. А если так, то я сюда прикреплю. И так я всем буду понравиться. А мой грех невеликий, поэтому совсем не уважает мне. Ну, чего вы не имеете? Попробуйте не обратить на них увагу. Может, все именець. А мой грех, грех, он богенький, мягенький. Но все таки, он мне, ну, уважает. До речи, а которая година? Уже пора спать. А вы не знаете, где тут лежка? Ладно, и тут. А в меня середний грех. Но, скажу я честно, мне не хочется жить с таким грехом. Он мне заважает. Я бы, с радостью, от него избавился. А мой грех, даже грехом назвать не можно. Видите, какой он маленький. И знаете, он начинает мне понравиться. Ах, посмотрите на мой грех. Он самый модный, самый шикарный. А вы что так не носите? Так это же сейчас в тренде. Люди, а что вы взяли, что это грех? Где это написано? Может, это совсем и не грех? Как вам не важно ходить с этой купой грехов? Я уже все использую, но у меня ничего не выходить. Давайте разом спробуем зряктися цією ночью. Послушайте меня, пожалуйста, я хочу вам дещо сказать. Когда я была на вашем городе, но очень много грехов, но когда я узнала про Гриста и признала свои грехи, то смогла от них избавиться. Когда мы свои грехи признать, то он верный и праведный, чтобы простить нас и очистить от неправды всех. Я пропоную вам, чтобы оставить все ваши грехи, потому что именно рядом с этого Христа мы все нашли прощение. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо нашим друзьям. Ну что, теперь вы увидели или поняли, что не надо брать в поход с Иисусом. Поход, который называется наша жизнь. Действительно, это так. Наши грехи, они нам просто мешают, когда мы идем за Иисусом. Слышали, там была лень. Лень. Это такая чугунная ванна, которая не нужна нам в этом походе. Обида. Был такой грех? Был. Это тоже что-то большое и ненужное совершенно в нашем походе, когда мы идем за Иисусом. Посмотрите, сколько там всего. Есть обман, эгоизм, ненависть, гнев, жадность. А жадность, как плательный шкаф, который нам в походе даром не надо. Мы пойдем за Иисусом и возьмем только то, что нужно. То, что мы находим в Библии и что нам говорят в церкви, на ванне, в воскресной школе. А скажите, куда они, наши ребята, дели вот эти грехи? Куда они их положили? На сцену, в мусорник. А посмотрите на картинку. Они грехи сложили у Креста Иисуса Христа. А посмотрите, какой текст сегодня. Если мы признаем наши грехи... А какие грехи? Кто помнит? Непрехи. Супер. Все, что там написано. Если мы признаем эти наши грехи, если признаем, признаем, то Он, кто Он? Иисус Христос простит нас и очистит нас от всякой-всякой неправды. И тогда наш поход будет удалым. И мы получим большое удовольствие от похода с Иисусом Христом. Нам будет приятно. Мы пройдем большое расстояние. Нас ничто не будет тормозить и останавливать. А просто надо сделать. Попросить Иисуса о прощении. Когда нам сегодня скажут, вот ты сегодня, ну вот, нечаянно обманул. Что нам делать надо с обманом? К Иисусу обратиться. Иисус, прости меня. И помоги, чтобы я этого больше не делал. Мы будем грехи наши для похода, для хорошего похода, грехи наши оставлять возле креста. Будем их отдавать Иисусу. И Он будет прощать и больше никогда их не вспомнит. И нам будет здорово. Хорошо? Хорошо?